Здравствуйте! Тема урока «Регулирование природопользования». Сегодня на уроке вы научитесь анализировать механизмы регулирования природопользования по отраслям хозяйства и потребления. Географическая разминка. Денежные единицы каких стран изображены на рисунках? Проверьте себя. Правильные ответы. Манат Азербайджанской республики. Сом Кыргызской республики. Вы уже знакомы с антропогенными факторами, оказывающими влияние на природу. Человек осуществляет их путем изменения физического состояния и химического состава атмосферы, водоемов, почв, растительного и животного мира, ландшафтов, климата, строения поверхности Земли. Люди сознательно и бессознательно истребляют и вытесняют одни виды растений и животных, распространяют другие, создавая для них благоприятные условия. Используют ядохимикаты и минеральные удобрения, загрязняют оболочки Земли, отходами промышленности и транспорта. Для минимизации данных воздействий человечеству нужно использовать вторичное сырье, применять возобновляемые ресурсы, например, энергия солнца, воды, ветра, приливов и отливов, теплых источников. Рационально использовать энергоресурсы, например, уголь, газ, нефть, торф. Контролировать темпы роста населения нашей планеты. Все эти меры входят в сферу действия природопользования. Природопользованием является использование природных ресурсов и оказание воздействия на окружающую среду в повседневной жизни человека, в хозяйственной или иной деятельности юридических и физических лиц. Целью природопользования является обеспечение выполнения норм и требований, ограничивающих вредное воздействие производств на окружающую среду. Обеспечение рационального использования природных ресурсов, меры по их восстановлению и воспроизводству. Разработка и реализация единых комплексных планов охраны природы и рационального использования природных ресурсов. Создание надежных и высокоточных средств контроля и анализа качества окружающей природной среды. В нашей стране всеми описанными процессами занимается уже знакомый нам Экологический кодекс Республики Казахстан. Согласно документу, природопользование делится на общее и специальное. Общее природопользование является постоянным и осуществляется бесплатно для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения без предоставления природных ресурсов в пользование. Для удовлетворения разнообразных потребностей населения, сельского хозяйства, промышленности в различных регионах нашей страны природопользование должно быть дифференцировано по типам природопользования. Специальное природопользование это деятельность физического и или юридического лица, осуществляющего на платной основе пользование природными ресурсами и эмиссии в окружающую среду в порядке, установленном настоящим кодексом и иными законами Республики Казахстан. Использование большинства природных ресурсов в той или иной мере регулируется государственными органами с целью поддержания качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и как следствие достижения неистощительного природопользования. Основными механизмами регулирования природопользования являются административный механизм управления, включающий в себя организационно-хозяйственное регулирование, организация НИОКР, подготовка специалистов, мониторинг, учет, контроль, информационное обеспечение, экологическая экспертиза и аудит, организация природовосстановительных и природосберегающих работ, экологическое законодательство, нормативные механизмы обеспечения, экологические нормативы и стандарты, лицензии, квоты, экологические лимиты, а также экономические механизмы управления, ценовые механизмы, денежно-кредитная политика государства, рыночные рычаги регулирования, экономическое стимулирование негативной мотивации и экономическое стимулирование позитивной мотивации. Говоря о типах природопользования, необходимо отметить, что индивидуальность природных комплексов не позволяет переносить технологию, успешно реализуемую на одной территории, на другую. Можно выделить некоторые виды природопользования по объектам пользования. Производственное, включающее сельское хозяйство, промышленность, энергообеспечение. Пространственно-увязывающее, включающее в себя железные, автомобильные дороги, линии электропередач, газопроводы и нефтепроводы. Средоохранное, включающее в себя водоохранное, природоохранное. И коммунальное, городское, рекреационное, научно-учебное, лечебно-курортное, физкультурно-оздоровительное. Научный факт. Согласно докладу «Проблемы глобальной пищевой промышленности», на производство продуктов питания, которые не достигают потребителя, тратятся гигантские объемы воды до 550 миллиардов кубометров в год. Тонны продовольствия пропадают из-за несовершенного хранения, чересчур строгих сроков годности, перепроизводства, чрезмерных оптовых заказов и капризов покупателей, а также маркетинговой политики супермаркетов, побуждающих людей покупать больше продуктов, чем нужно. В докладе делается вывод о том, что международным организациям и правительствам всех стран мира следует принять ряд строгих мер по изменению стереотипов в деятельности фермеров, агрокомпаний, торговых сетей и потребителей. Экологическое нормирование – это установление показателей качества окружающей среды и предельно допустимых норм вредных воздействий на нее. Это один из самых сложных и интенсивно развивающихся правовых инструментов охраны окружающей среды. Основная цель нормирования – установление допустимых пределов, воздействия на биосферу, которые гарантируют не только экологическую безопасность и сохранность генофонда, но также адекватное использование и эффективное восполнение природных компонентов в условиях непрерывно развивающейся хозяйственной деятельности. Законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды основывается на Конституции Республики Казахстан, которое содержит 10 законодательных и 200 подзаконных нормативных правовых акта. Административные механизмы природопользования Определение нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов Определение нормативов образования отходов производства и потребления Определение нормативов содержания тех или иных компонентов продукции Лицензирование видов деятельности, имеющих потенциальную опасность для окружающей среды В законодательстве отражены такие конституционные принципы, как охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека Задачей законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды являются Регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью улучшения качества окружающей среды Рационального использования и воспроизводства природных ресурсов Законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды основывается на Конституции Республики Казахстан и законах Об охране окружающей среды Об экологической экспертизе Об охране воспроизводстве и использовании животного мира Об особо охраняемых природных территориях Система экологических нормативов включает Нормы качества окружающей среды Нормы предельно допустимого вредного воздействия Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов Нормативы качества окружающей среды устанавливаются Для оценки норм качества окружающей среды Сохранения естественных экологических систем Сохранения генетического фонда растений И сохранения генетического фонда животных функции нормативов качества окружающей среды. Устанавливают предельные величины вредных химических, физических и биологических воздействий на природную среду. Служат для оценки состояния атмосферного воздуха, вод, почв по химическим, физическим и биологическим характеристикам. Являются одним из юридических критериев для определения благоприятного состояния окружающей среды. Учитываются при оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности, реализация которой будет связана с отрицательным воздействием на природу при развитии городов и иных населенных пунктов. Образуют основу для регулирования охраны окружающей среды от химических, физических и биологических воздействий на природную среду отдельными источниками, предприятиями, транспортными средствами и т.п. Эти нормативы определяют предельные размеры вредных воздействий на природу, устанавливая источники этих вредных воздействий. Загрязнение окружающей среды предприятием и иным объектом в пределах установленных для них нормативов является одним из основных показателей правомерности их эксплуатации. Нарушение этих нормативов образует юридическое основание для ограничения, приостановления и даже прекращения эксплуатации соответствующих объектов. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды служат основным инструментом при регулировании соблюдения нормативов качества окружающей среды. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов устанавливаются для обеспечения удовлетворения общественных потребностей в природных ресурсах и предупреждения истощения этих ресурсов. Более конкретные требования о нормировании изъятия отдельных природных ресурсов предусматриваются в природоресурсном законодательстве с учетом специфики того или другого природного ресурса. В 2003 году приняты земельный, лесной и водный кодексы. Экономические механизмы регулирования природопользования. Это система методов, способов и инструментов взымания государством платы с хозяйствующих субъектов, использующих в своей деятельности природные ресурсы и распределение всей совокупности полученных средств на природовосстановительные и природоохранные мероприятия. Они реализуются путем введения платы за пользование природными ресурсами, а также за загрязнение окружающей среды. Плата за выбросы, плата за сбросы, плата за размещение отходов. Механизм экономического регулирования природопользования представляет собой целостную совокупность методов и инструментов управления природопользованием. Включает прямое регулирование, состоящее из нормативно-правовых и административно-контрольных мер. Экономическое стимулирование, связанное с включением рыночных механизмов. Смешанные механизмы сочетают первые два подхода. Правовые механизмы регулирования природопользования и окружающей среды включают в себя нормирование и стандартизацию в области охраны окружающей среды. Лицензирование, мониторинг, учет и использование, оценка. Выводы. Невозможно удовлетворить все потребности человечества. Необходимо заботиться об их рациональном распределении, повышать эффективность их использования и стремиться к их экономии. Для закрепления материала выполните задания. Мы узнали, что практически любое использование природных ресурсов влечет их медленное или быстрое исчезновение или деградацию. В то же самое время человечеству для выживания необходимо все больше и больше природных ресурсов для производства необходимых материальных благ. Используя дополнительные источники информации и собственные знания, проанализируйте. Какие административные и экономические ограничения и стимулирования получают сельскохозяйственные и промышленные предприятия вашего региона? Какими средствами государственные органы защищают окружающую среду вокруг места вашего проживания? Какие бы вы использовали механизмы по ограничению природопользования своего региона без ущерба для экономики? Подведем итоги урока. Мы научились разделять природопользование по видам и типам в зависимости от поставленных в хозяйстве или государственном регулировании целей. Использовать различные механизмы природопользования для достижения наиболее оптимальных условий в деле сохранения окружающей среды. Применять самые распространенные виды нормирования в природопользовании. Оценивать качество окружающей среды. Использовать рычаги административного и экономического регулирования природопользования. Научились анализировать механизмы регулирования природопользования по отраслям хозяйства и потребления. Избранными способами в зависимости от поставленных целей. Урок окончен. До свидания.